Дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые коллеги. Я надеюсь, что меня хорошо видно и слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если видите и слышите меня хорошо. Спасибо. Я надеюсь, что Елена сама ответит на вопрос про презентацию. Это вопрос не ко мне. А пока я хотел бы начать наш вебинар. Во-первых, как всегда, я хотел бы представить вам нашего сегодняшнего спикера. Сегодня будет у нас вебинар вести Елена Локтева. Между прочим, победитель недавней конференции «Эд Кранч», замечательной конференции, которая проходит уже четвертый, если не изменяет память, год и становится одним из ведущих мероприятий в области онлайн-обучения в России. Сегодняшняя тема вебинара касается и графикации обучения. Подробнее вы узнаете чуть попозже. А я, как всегда, хотел бы вам сделать несколько объявлений. Первая касается тех ссылок, которые расположены в начале чата. Первая ссылка ведет на наше расписание вебинаров. Это расписание готово на весь год, на весь учебный год. Конечно, оно будет подвергаться еще дополнениям. Но, тем не менее, на все вебинары до конца июня месяца 2019 года вы можете зарегистрироваться прямо сейчас. Вторая ссылка говорит о том, по какому адресу будет располагаться запись сегодняшнего вебинара. Запись будет сделана, уже делается, а помещена будет, ну, ориентировочно в четверг на канал в YouTube. Так что подписывайтесь на наш канал и будете всегда в курсе тех записей вебинаров, которые у нас проходят. Третья ссылка. Это ссылка на наши онлайн-курсы. Между прочим, среди них находится и онлайн-курс нашего сегодняшнего спикера Елены Локтевой. Так что заходите, если хотите подучиться. Используйте Директ-Академию для этого. Ну и, наконец, последний пункт. Это страница, на которой вы сможете приобрести сертификат, если он вас интересует. В том числе по этому вебинару. Я постараюсь к концу вебинара уже сгенерировать сертификаты для участников. И вы сможете по этой ссылке это сделать. И я хотел бы представить вам следующие вебинары, которые состоятся на этой неделе. Это три вебинара. Завтра вебинар проведет генеральный директор компании Директ-Медиа Константин Николаевич Костюк. И этот вебинар будет посвящен комплектованию ЭБС, электронных библиотечных систем. Называется он так. Новые тренды. Профильное комплектование. И комплектование по запросу. Как получить в ЭБС то, что нужно и не заплатить лишнего. В четверг, 11 октября, тоже сотрудница компании Директ-Медиа, Марьяна Ганичева, директор по маркетингу наш, проведет вебинар ВКР-репозиторий и студенческая наука. Это вебинар, посвященный одному из сервисов ЭБС Университетской библиотеки онлайн. Ну и, наконец, 12 числа, в пятницу, обращаю ваше внимание, в 10 часов. Нам пришлось перенести вебинар на 10 утра из-за технических трудностей, связанных с расписанием спикера. Татьяна Телегина, наш постоянный ведущий, проведет очередной вебинар, посвященный наукометрии. И вебинар будет называться «Ринс вашему дому. Технология работы с илайбрери при подготовке отчетов». Ну что ж, на этом мое вступительное слово завершено. Я предоставляю слово нашему сегодняшнему спикеру Елене Локтевой. Елена, прошу на связь. Так, коллеги, давайте... Ну, камеру тоже можем проверить, но я ее потом выключу, чтобы она нам не мешала. Напишите мне, пожалуйста, плюсики, если вам меня слышно. Прекрасно, спасибо большое. Отлично. Хорошо. Ну, раз меня слышно и, видимо, даже видно, судя по удвоенным плюсикам, то, наверное, мы можем начать. Я, наверное, камеру выключу, чтобы, во-первых, не найти трафик, и, во-вторых, нам сегодня понадобится чат. Хотелось бы площадь чата сделать немножко побольше. Я думаю, все на меня посмотрели. Вот так я выгляжу. И мы давайте начинать будем. Итак, меня зовут Елена Локтева, да, я сама живу в Минске и сейчас занимаюсь собственным проектом. Это проект SkillPlace.me, который, на самом деле, представляет собой громковато и похрипывает. Микрофон не близко, но давайте я его сделаю чуть тише. Надеюсь, вот так будет получше. Значит, SkillPlace.me – это платформа как раз для геймификации обучения. Она еще на самом старте. Это стартап. Спасибо, Юрий. Но сегодня я про нее сильно много говорить не буду. Сегодня хотелось бы поговорить про геймификацию и графикацию вообще. Потому что, занявшись разработкой геймифицированной платформы, я обнаружила то, что есть достаточно много путаницы в том, что это вообще такое. И, соответственно, следствие этой путаницы есть не очень удачное внедрение. Вот хотелось бы немножко навести порядку. Значит, в принципе, о себе кратко могу сказать, что я уже больше 12 лет занимаюсь электронным обучением. Я пошла его вообще во всех возможных ролях, какие вы сейчас только можете представить. То есть все, что так или иначе нужно делать для того, чтобы заниматься дистанционным обучением, мне приходилось сделать. Что-то больше, что-то меньше, но все. И городами, фермами и так далее я владею, конечно же, не в реале, к сожалению, в виртуале. То есть я достаточно много играла в самые разные игры. Несмотря на то, что мне 42 года, считается, что в игры играет только молодежь. На самом деле это не так. И в игры я играла, помимо того, что получаю от них удовольствие, еще и преследую две профессиональные цели. Первой профессиональной целью было то, что большинство онлайн-игр, которые люди играют, они такие хорошие, красивые, яркие, красочные, очень хорошо проработанные, в свое время и, в общем-то, и сейчас до сих пор сделаны на такой технологии, как Flash. И эту технологию я много лет преподавала. Поэтому, когда я увидела, как применяется Flash в разработке игры, это мне дало огромное количество каких-то кейсов, заданий, которые очень хорошо расширили и сделали более интересным мой курс. То есть мне не надо было на пальцах выдумать какие-то свои примеры, можно было брать прямо из игр. Поэтому я играла очень много, искала интересные лайфхаки, приемы, примеры, кейсы и так далее. Ну и второе, что мне стало интересно, когда я поняла, что во все эти фермы, города, магазины, гонки и так далее играют люди моего возраста и старше. Причем, если я на это просто тратила время, отчасти преследуя какие-то там профессиональные цели, там исследовательский интерес какой-то свой удовлетворяет, то я обратила внимание, что мои ровесники, в основном одноклассники, однокурсники или люди, которые учились курсами старше, играют, тратя не только время, некоторые явно тратят еще и деньги. И для них это очень важно, для них очень важно вовремя полить свои виртуальные грядки, для них очень важно, не знаю, попасть в какой-то рейтинг, в топ-5. И вроде взрослые солидные люди, семейные, там руководят командами, отделами и даже бизнесами, но вот почему-то вот так это все их вовлекает. И я хотела понять, что же на самом деле происходит и можно ли эти механизмы перенести на обучение. То есть если мы сможем обучением настроить подобным образом, то есть использовать такое вовлечение, то, наверное, и результаты будут другие, и про мотивацию в дистанционном, особенно обучении, разговору будет гораздо меньше. Поэтому я много лет занималась, изучала этот вопрос, и вот сегодня попытаюсь все, что я наизучала за много лет, упаковать в часовой вебинар. Ну, кому не хватит, для тех у меня будет маленькое предложение, но оно будет в конце. Значит, первое, что хотелось бы сделать сегодня, чтобы мы не путались, это развести два вот этих понятия, потому что, как оказалось, их очень часто подменяют и мешают в одну кучу. Значит, есть понятие учебной игры. И это, в общем-то, какое-то, как правило, задание, да, какое-то мероприятие учебное, и правила игры действуют ровно на это мероприятие. То есть это какой-то элемент целостного курса, он может быть там на 15 минут, он может быть на целый урок, там на целый вебинар, например, да, и так далее. Но вот он прошел, и игра закончилась, и мы больше не играем, и дальше все идет, как шло, ну, уже в неигровом виде. И, в общем-то, это конкретный дидактический инструмент, и он используется для решения совершенно конкретных задач. То есть мы, когда используем какие-то обучающие игры в курсах своих, мы знаем, какую задачу обучения мы хотим решать. Вот, что касается играфикации, это немножечко не то же самое. То есть в этом случае мы имеем обычный учебный процесс, ну, у кого он как построен, неважно, да, у кого-то это лекции, у кого-то это не лекции, у кого-то вебинары, у кого-то изучение каких-то текстовых материалов, неважно. То есть есть что-то, есть какой-то учебный процесс со своими правилами, и просто к этим правилам надстраиваются еще дополнительные правила, игровые. То есть есть некая надсистема, которая, ну, за то, что мы делаем что-то, что должны делать, да, что мы делаем как правило, там, не знаю, выполняем домашние задания, отвечаем на доски, задаем вопросы на форумах, отвечаем на вопросы и так далее. То есть на все это, помимо того, что мы там ставим за это какие-то оценки, да, или как-то еще оцениваем результаты, мы можем еще и какие-то игровые правила ввести, которые как-то поощряют и вовлекают это делать. И эти правила распространяются не только на конкретные учебные занятия, хотя, в общем-то, есть возможность играфицировать отдельные занятия. Вот можно было бы провести абсолютно играфицированный вебинар с какими-то своими правилами, да, и, ну, при этом мы бы занимались чем-то, чем обычно делаем, занимаемся на вебинаре, да, я бы же там что-то объясняла, задавала вопросы, вы бы задавали вопросы, я бы на них отвечала, но над всем этим были бы еще какие-то дополнительные правила. Вот, но, как правило, играфикация преследует не только учебные цели, то есть она может формировать некое нужное нам учебное поведение правильное, да, например, чтобы все там задавали задания вовремя, да, или еще что-то происходило, чтобы руку поднимали, вопросы чаще задавали и так далее. То есть играфикация включает игровые механизмы в неигровых контекстах, в неигровых процессах. Это разные вещи. Зачем нам вообще сейчас нужна играфикация? Она не просто так уже несколько лет во всех топовых трендах, значит, она помогает на самом деле нам решить несколько вопросов. Значит, во-первых, мы имеем сейчас очень серьезную конкуренцию, которая на самом деле была и раньше, в общем-то, когда я училась, это было то же самое. Наши учителя, которые учили еще меня маленькую, конкурировали за мое внимание, там, с каким-нибудь шахматами, с вязанием, с записки мальчиком и так далее и тому подобное. То есть, в общем-то, наши дети сейчас делают все то же самое. Вопрос просто в том, что когда я играла в морской бой, да, или там в танковый бой, или еще в какой-то на листике в тетрадном клеточку, то, в общем-то, все мои возможности этим листиком тетрадным в клеточку и ограничивались. Листик закончился, играть не на чем, и листик может забрать учительница и так далее и тому подобное. Записку к мальчику тоже могла забрать учительница. Сейчас это все происходит не на листике в клеточку, а в смартфоне, который учительница тоже может забрать, но прочитать записку мальчик уже не сможет, потому что не знает моего пароля. И игр стало больше. То есть, я теперь могу играть не только на том, для чего нужен листик в клеточку, а есть более интересные, красивые, яркие, красочные игры. Там работает целая индустрия. Это одна из самых прибыльных индустрий в мире, на самом деле, игровая индустрия. И люди, которые там работают, прекрасно знают, как сделать так, чтобы все внимание было на игру, а не куда-то еще. Поэтому мы сейчас конкурируем, и у наших детей, на самом деле, игрового опыта самого разнообразного гораздо больше, чем было у нас. И есть такое даже уже понятие, как игровое мышление. Оно тоже формируется. И тогда, когда мы хотим, чтобы они обращали на нас внимание, мы можем создать игру, по тем же правилам, по которым создаются игры, вовлекающие наших детей и наших слушателей в обучение. Про игровое мышление я уже говорила. У меня был очень хороший пример на эту тему. У меня у старшего сына, ну, то есть младший сын, он умеет понять правила игры по каждому учителю и играть по этим правилам. А старший сын правила не признает, поэтому с учителями у него были долгие годы проблемы, пока, наконец, я случайно не предложила ему посмотреть на все это, как на игру, когда вот каждый класс, который нужно пройти, да, вот перейти в следующий класс, оно перейти на следующий уровень, где, ну, другие вещи происходят, другие возможности, другие ресурсы, другие интересы, что для того, чтобы перейти на какие-то уровни, нужно проходить каких-то боссов, проходить какие-то локации, разные предметы. Где-то боссы хорошие, где-то они, может быть, не очень хорошие, но, тем не менее, как всем к ним нужно искать подход и свою стратегию. Он очень включился, он сразу это понял, он научился действительно вырабатывать стратегию изучения каждого предмета, получения нормальных оценок. Ну, конечно, сейчас уже включается лень, да, и, в общем-то, ему, конечно, интересно не все, но, тем не менее, оценки его стали лучше, отношения с учителями стали лучше, и всего лишь я ничего не сделала, я включила его игровое мышление, перевела, ну, какой-то привычный, ну, такой не очень интересный процесс на игровой язык. Значит, важно еще, что геймификация, она на самом деле не для того, чтобы было просто весело и прикольно, хотя, ну, эта цель там тоже, эта задача тоже решается. А нам нужна только для того, чтобы сформировать некое нужное нам поведение. То есть вот наши там слушатели делают что-то не так, как нам хотелось бы, а мы вводим геймификацию для того, чтобы это поведение приходило в нужную нам, ну, так, как мы хотим, да, то есть те индикаторы поведенческие, которые нас устраивают, чтобы они проявлялись более устойчиво. Очень важный момент, недавно на эту тему было очень хорошее выступление Аркадия Цукера, это про правильное отношение к ошибкам. Игры формируют такое отношение к ошибкам на самом деле, да, когда говорят, что вот дети там сдаются там при первой неудаче, ну, такое редкое на самом деле происходит в играх, потому что они знают, что для того, чтобы пройти там на следующий уровень или там получить какой-то волшебный сундук, да, или там еще какую-то ценность, то иногда ты не можешь пройти это с первого раза. Иногда надо повторять и второй раз, и третий, и четвертый каждый раз, при этом анализируя, почему у тебя не получилось, там не хватило времени, или как там есть такая игра «Мир танков», наша белорусская, и самая известная, наверное, в мире белорусская игра, где успеха можно достигать именно когда ты в команде, то есть когда у вас, вы на своих танках выехали куда-то на бой, и вы продумали всю стратегию, то есть вы действуете слаженно. А тогда, ну вот, попробуешь там в одиночку попроходить, получается, там, или попробуешь рассчитывать на то, что человек там сообразит, это одно, но когда договоритесь там где-то по скайпу, созвонитесь и решите, как вы будете действовать, пропишите все свои возможные варианты, то это совершенно другое. И это помогает им анализировать, то есть что у них не получается, и повторять заново, пробуя разные подходы. Когда мы про обучение традиционное говорим, там, ну скажем так, чем больше ты, чем быстрее ты сразу правильно ответил, тем лучше. В игре, конечно, тоже лучше, но там не наказывают за ошибку, там дают еще раз попробовать. В обучении не все так делают. Более того, я сама в свое время делала так, что там за каждую следующую попытку сдать задание снимается какое-то количество баллов, то есть какой-то процент от оценки. Сейчас я уже так не делаю, и, в принципе, заданий таких, которые можно нахрапом там наскочить и сразу сделать, я почти не даю, но тем не менее, то есть игровое мышление как раз формирует такое отношение к ошибкам, которые нужно учитывать. Ну и если мы говорим с вами про играфицированную систему обучения, которая сделана правильно, да, не как бог на душу положит, а когда мы сели и проработали ее как положено, и учли все необходимые элементы, то в этой системе все слушатели будут достигать успеха. То есть равные условия есть для всех. Если, повторюсь, мы все правильно сделали, а не так, как нам нравится, то есть учли все, что нужно. Что нужно учесть, сейчас мы это тоже разберем. Коллеги, есть ли пока какие-то вопросы по тому, что я уже сказала? Если нету, напишите мне минусы, если есть, напишите плюсик, я могу подождать, потому что сейчас важно, вот чтобы мы с вами... Прекрасно. Идем дальше. Из-за чего чаще всего проваливаются играфицированные курсы, ну или занятия, или какие-то другие обучающие мероприятия. Ну, перво-наперво, ну, вроде как понятный посыл, но он вроде как понятный. Такое ощущение, что это не всем понятно, что не нужно играфицировать, потому что это модно, все об этом говорят, трендовая тема и так далее. Иванов геймифицировал, давай и я геймифицирую, и так далее. То есть играфикация ради играфикации не нужна. У нее есть конкретные задачи, то есть мы должны достичь какой-то цели. Не знаете, какой цели достичь, не занимайтесь играфикацией. Очень важный момент. Нам кажется, что мы все знаем про тех, для кого мы что-то геймифицируем. На самом деле не всегда. То есть наши слушатели, наши студенты, наши ученики, они становятся игроками в нашей системе, и нам надо знать про их игровой опыт и вообще про любой другой опыт. Нам надо понимать, чем они пользуются, как часто, сколько времени, на что они готовы потратить. То есть элементарное изучение целевой аудитории нам необходимо. Надо понимать, с кем мы работаем. Нам надо понимать, чего мы, собственно, хотим. То есть мы хотим от них каких-то изменений. Мы хотим, чтобы они делали вот так, вот так и вот так. Так, пока мы не поймем, что мы хотим от них получить, нет смысла придумывать никаких игр. То есть первое – это четкий, подробный анализ. Кто эти люди и что мы хотим, чтобы они делали, какие нам нужны от них результаты, именно поведенческие. Надо понимать, как мы будем замерять, что они действительно теперь так делают. То есть в каких-то показателях или мы будем наблюдать. То есть зависит, конечно, от объема вашей группы, от того, какие у вас курсы и прочее, прочее. Но, тем не менее, надо понимать, как вы убедитесь, что теперь все происходит как надо. Дальше. Очень важный момент. Я, на самом деле, вот курс, который анонсировал Павел, очень, в первую очередь, этого касается. И там можно будет получить определенные техники. Когда мы пишем сценарий какого-то обучения, какого-то курса, мы очень часто прописываем некий идеальный путь, как нам кажется, что человек будет учиться. Что вот он сначала это почитает, потом он это поделает, потом он сдаст тест, потом он пройдет дальше, потом он откроет и так далее. И далеко не все, на самом деле, по этому идеальному пути идут. И есть на этом пути, на каждом шагу буквально могут быть самые разные ветвления. Причем эти ветвления как, ну, скажем так, альтернативные, которые все равно нас приведут к результату, но, тем не менее, они идут не так, как нам хотелось бы, а чуть-чуть по-другому. А есть ветвления, которые уведут от результата, уведут студента не туда, куда нужно. И нам надо очень четко понимать все возможные сценарии. Вот я сталкиваюсь с тем, что люди прописывают сценарий, как должно быть. Потом очень переживают и удивляются, что почему-то они не захотели идти, как я придумал. Нужно очень серьезно прорабатывать сценарий. Вот курс, как раз, про который говорил Павел, там курс как раз по разработке сценариев, в том числе гематериалных курсов. Поэтому можно, кому интересно, изучить информацию и поучиться. Значит, виды фана. Виды фана я расскажу чуть-чуть дальше. Фан – это удовольствие. То есть графицированная система подразумевает, что люди, которые ей пользуются, будут получать удовольствие. Те вот эти наши заходы, что учеба – это тяжелый труд, это не игрушки, это вот, это вот. Нет, мы все должны получать удовольствие. И опыт мой подсказывает, что когда нормальная гемифицированная система работает, от нее получают удовольствие и те, кто учится, и те, кто учат, потому что у всех фан. Все ловят этот фан, все ловят удовольствие. И нам нужно позаботиться о том, чтобы все виды фана в нашей системе были обеспечены, потому что одним подходит один вид, другим другой вид, и нам надо, чтобы все работали, все вовлеклись. Инструменты. Дальше чуть-чуть покажу, как их много, но почему-то все привыкли использовать какие-то бейджики, какие-то рейтинги и так далее. Разнообразие инструментов очень велико, и надо идти не по модным фишкам, а подбирать ровно то, что нужно для конкретно вашей конкретной задачи, не для понтов каких-то. И еще один очень важный момент. Он на самом деле и учебных игр касается, и графицированных систем. Любой человек, система должна быть обучения с учетом и графикации продумана быть таким образом, что любой человек, которому плохо в этой системе, он не хочет подчиняться этим правилам игровым, он должен иметь возможность выйти. То есть выйти и пойти обычным спокойным путем, смотреть видосики, решать задачки, писать что-то на форуме, и не думать о том, что это где-то как-то учитывается, засчитывается, что он нарушает какие-то правила и так далее. То есть надо позволять человеку выходить из этой системы и идти обычным традиционным способом. Это очень важно. Значит, теперь кейс. Вот буквально сегодня собирала кейсы у коллег. Какие у кого проблемы? Вот давайте попробуем сейчас на примере реальной проблемы. Скажите, пожалуйста, напишите плюсики, кто сталкивался с такими проблемами. Вот у меня сейчас вузовские преподаватели, только человек, говорили, что задерживают задания, дедлайны все просрочили, цифры у всех разные, у кого 70%, у кого 80%, у кого 60%, у всех больше 50%. Ну и самый больной, как оказалось, вопрос еще есть, это то, что готовится очень много материалов дополнительных, в которых много важной информации, и практически никто их не изучает. То есть один мой коллега написал, что 99% его слушателей вообще не открывают эти материалы. Я так понимаю, что вам эти проблемы тоже знакомы. Вот давайте сейчас попробуем разобраться. Есть проблема, и мы попробуем ее решить с помощью играфикации. Пойдем прямо по шагам. Первый шаг, что мы должны с вами сделать, это определить цель играфикации. То есть вот у нас есть проблема, нам ее надо решить. Мы должны сформулировать цель играфикцированной системы. Я вам предлагаю использовать для этого технику SMART. Напишите, пожалуйста, кто... Ой, божечки, куда все делось? Кто знаком с этой техникой, напишите, пожалуйста, плюсики, чтобы я знала, насколько мне детально. Если не знакомы, напишите минусы. Я не знала, насколько детально мне вам про них... Примерно 50 на 50. Хорошо. Значит, коллеги, смотрите. Это один из многочисленных способов постановки цели. Есть такая техника SMART. Их на самом деле много разных, и даже у техники SMART есть уже разновидности. Например, есть техника SMART. Добавляются еще какие-то параметры. То есть в данном случае перечислены параметры для формулировки цели. Значит, цель с точки зрения SMART должна быть обязательно очень конкретной. То есть очень четко должно быть понятно, что там будет происходить. А вот, например, если на наши любимые цели обучения переходить. Вот цель дать представление о базовых приемах, она абсолютно не конкретная. Она как бы обо всем и ни о чем. По ней совершенно невозможно понять, к чему мы все придем. То есть первый параметр цели, она должна быть очень конкретная, очень четко понятная. Второе, она должна быть измеримой. То есть у нее должны быть какие-то очень четкие показатели. Условно говоря, в нашем случае 90% студентов не открывают материалы. Должен появиться показатель измеримый, понятный, который мы замерим и поймем, что мы его достигли. Сколько мы хотим, чтобы студентов, какой процент, чтобы все-таки эти материалы открывал. Если 70% не сдает вовремя заваливать дедлайны, то какой процент вас устроил бы как хороший показатель и так далее. То есть вот она, измеримость этой цели. Дальше. Она должна быть достижимой. Если мы сейчас скажем, что мы хотим, чтобы 100% слушателей не завалили ни разу ни одного дедлайна, но она, скорее всего, не очень достижимая, потому что у кого-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь какой-нибудь человеческий фактор сработает. Мне только один раз удалось в своей группе добиться того, что у меня не было ни одной просроченной работы, ни одного хвоста, ничего, кроме одной единственной девочки, которую на три недели сослали в командировку туда, где интернета нет. Она и хотела бы без дедлайнов, но не смогла. То есть она выпала просто из шести недель на три, и, конечно, не успела. Все остальные успели. Все остальные сделали все вовремя, и ни одного хвоста у меня не было. Но, тем не менее, на 100% я бы никогда не подписалась. И чем больше ваша группа, тем реже можно подписаться на 100% того, что вся группа будет делать вот так. Но, тем не менее, да, то есть, не знаю, может, там на 90%, на 80% подписаться где-то будет можно. Дальше. Цель должна быть актуальной. То есть она должна быть актуальной той проблеме, которую мы решаем. Она должна быть очень тесно связана, показана. Должно быть, что, достигнув этой цели, мы эту проблему снимаем. В нашем случае довольно просто. Ну и должна быть ограничена во времени. То есть какой срок все это случится. Если мы скажем, что 90% студентов будут смотреть дополнительные материалы и использовать их при выполнении заданий, и не скажем, ну, в какой срок мы этого добьемся, то, ну, тоже считайте, что никакой цели мы не поставили, потому что, ну, может, через год они и начнут, а может, конкретная группа начнет, которой будет три человека, и из них там три это сделают и так далее. Давайте, коллеги, попробуем с вами сформулировать. Вот с нашими проблемами, чтобы цель получилась по смарту конкретная, понятная, измеримая, актуальная и так далее. Да, с учетом, вот я вам даже проблему нашу открою, чтобы ее было хорошо видно. Как бы вы сформулировали цель для построения нашей графицированной системы? То есть зачем мы хотим, что мы хотим получить, чтобы, ну, используя геймификацию на курсе. Вот такая болячка у нас. И мы хотели бы, чтобы видим цифры. Значит, Людмила, это вот не по смарту, то есть более глубокая жизнь, значит, более глубокая. Если не 70% не изучает, если 90% не будет изучать, это же, конечно, лучше, чем 95, но, наверное, это не то, что вам нужно. То есть вот эти техники типа смарта, они отметают возможность, ну, отметают такие вот общие абстрактные фразы. То есть очень четко, конкретно. На самом деле довольно конкретно написано, что 70% сдают не во время. Приходится напоминать, превратить. Так, все студенты изучили материалы к определенному сроку. Значит, смотрите, чего не хватает по конкретике здесь. Изучили дополнительные материалы все или дополнительные материалы изучили, или только часть. И все студенты, наверное, не очень достижимая вещь. Ну, то есть, опять-таки, зависит от группы. Если их пятеро, то, наверное, этого можно добиться. Если их 150, то, ну, не уверена. Коллеги, давайте дам подсказку. Вот смотрите, у меня есть цифры, которые нас не устраивают. Можем мы переформулировать цель так, чтобы появились цифры, измеримые она стала, но которые бы нас устроили. И были бы вменяемыми. Так, количество студентов изучающих не менее 80%, 90% задают задания вовремя, без напоминания, за исключением формаженных тучек. Вот у Инны, да, у Инны очень близко к... Это то, что мы хотели бы получить. То есть студенты, которые изучают материалы, 80% сдали вовремя, 80% изучили. Окей. Значит, идея понятна. Мы хотим, чтобы задания, ну, почти все, да, 80% наших студентов не дедлайнили, все присылали в срок, да, чтобы нам было удобно это проверять. И при этом, чтобы 8, не менее 80%, вот, хороший тут на самом деле такой заход на формулировку, что не менее, то есть больше нас устраивает, да, но не менее чем. 80% студентов будут изучать дополнительные материалы. И, смотрите, нам надо будет как-то убедиться в том, что они это делают. Итак, шаг первый. Мы поняли, зачем, что мы хотим получить. Мы хотим, чтобы 80% делали так. Второй шаг, который нам обязательно нужно сделать. Я его сегодня сделала за вас, что-то додумала, что-то уловила из рассказов моих коллег. Ну, вот, нужно описать целевую аудиторию. Вот наши студенты – это кто? Кто-то из вас работает в ВУЗе, кто-то там с первокурсниками, кто-то с пятикурсниками. Это уже немножко разные люди. Кто-то работает на платных курсах, кто-то работает в школе с детьми, кто-то работает с первоклассниками, кто-то работает, не знаю, с одиннадцатиклассниками. Надо поступать. Ну, вот, смотрите, вот сейчас у нас прозвучала именно та ситуация, о которой я говорю. Когда мы сразу переходим к чему-то интересному и прикольному, не понимая, зачем мы это делаем. Если, ну, задача просто их развлекать, то да. Если задача сформировать нужное вам от них поведение, то это немножечко не то же самое. То есть для того, чтобы формировать нужное поведение, надо понять, какое же оно ненужное и в чем же сейчас на самом деле проблема. Просто, ну, давайте сейчас мы вот эту задачу запакуем, там, не знаю, в пинг-понг, да, или в космос, или в корабль, или еще что-то. Надо, ну, я почему настаиваю на том, что нужно начинать с целей зачем? Потому что я участвовала уже в проектах, где, ну, просто что-то такое прикольное придумали. И когда я потом задавала вопрос, а что вы хотите, чтобы они сделали, то есть, потому что встал вопрос о том, что нам надо замерить и сделать анкеты, чтобы все получилось. Я говорю, так, а что должно было получиться? Вот о том, что должно было получиться, никто не подумал. Подумали о том, как сделать так, чтобы всем было вау, там, прикольно, вау, и у нас там и космос был, и не космос был, там разные были приколы. Вот. Начинать всегда с того, зачем и что должно быть. Третье, вот это самое целевое поведение То есть у нас сейчас целевое поведение Текущее поведение нехорошее 70% делают не так, как нужно Нам нужно, чтобы они сдавали Вот здесь ваша цель Немножко должна быть декомпозирована Через действие То есть что они сдают вовремя Что я не напоминаю И прочее, прочее, прочее Можно чуть детальнее здесь это прописать То есть у нас просто вот то, что сдают вовремя, изучают и так далее В целях сформулировалось Поэтому здесь можно только уточнить, что там Идем дальше Ну, то есть наша задача То есть мы понимаем, что мы хотим, чтобы они делали И вот на четвертом только этапе Когда мы поняли, что мы делаем И как мы это будем мерить И как мы будем в этом убеждаться Мы начинаем думать о том, как выглядит этот путь героя То есть что он будет делать Как он будет действовать Чтобы демонстрировать то самое поведение Которое нам нужно Значит, смотрите Я вам сегодня в качестве примера Ну, скажем, в качестве такой отправной точки Предлагаю взять метафору В качестве метафоры В качестве такой канвы для игрофикации Морской бой Я надеюсь, все знают, как играть в морской бой Если кто-нибудь не знает, напишите минус Я, конечно, объясню Но это игра, которая, я не знаю Старше всех нас Кто здесь сейчас вебинарит Значит, и так Вот у нас есть задача Нам нужна какая-то игровая метафора Вот сейчас у нас предлагалось что-то там Про ремонт корабля космос Это метафора, это некий нарратив Который мы будем использовать На нашем вебинаре мы будем не космос использовать Мы будем использовать морской бой На самом деле, в качестве нарратива Может быть, все что угодно Может быть, игра какая-то взята за основу Может быть, фильм какой-то всем известный Там, не знаю King Kong 2, да Взять за основу Могут быть Не знаю, какая-то игра Настольная взята В нашем случае, например, платформа Skill Class Me Мы взяли за основу рыцарский нарратив И вся игровикация через рыцарские метафоры идет Ну, мы сегодня с вами берем морской бой Значит, давайте разберемся Вот метафора морской бой Какие она нам дает игровые элементы Значит, у нас есть, во-первых, набор кораблей Их всего 10, кто помнит, да Значит, один большой Два поменьше Три еще меньше Четыре самых маленьких У нас есть два поля Мое и вражеское И они как-то закодированы То есть Есть Буквы, цифры И каждая клеточка имеет свою координату В буквенно-цифровом представлении У нас есть состояние клеток Когда мы промахнулись Либо попали В какой-то кораблик У нас есть состояние кораблей Когда корабль абсолютно цел Когда корабль ранен Когда корабль убит У нас есть, в принципе, расстановка кораблей По полю Какая-то Которая известна только нам И у нас есть Поочередные ходы То есть Делаю ход я Если попала, то делаю еще один ход Если промазала, ход переходит к сопернику Давайте попробуем разобраться Итак, первое, что нам надо сделать У нас есть такая цель Нам нужно, чтобы задания Присылались вовремя Это значит, что нам нужно какое-то Чтобы было вовремя Нам нужно ограничение по времени Что происходит, когда мы просто говорим Что задание нужно прислать К 15 октября Ну, обычно что происходит Студенты начинают его делать 14 октября в лучшем случае В худшем случае потом Не успели Нашлось что-то более интересное И так далее, и тому подобное Давайте подумаем А как можно было бы Вот, во-первых, что у нас из игровых элементов Морского боя Есть такого, что может ограничивать время То есть вообще может на него влиять И как мы можем это использовать Для того, чтобы все-таки Поставить его в жесткие рамки И чтобы при этом он Действовал как нам надо То есть сделал то, что нам надо вовремя Итак, давайте посмотрим У нас есть корабли У нас есть поля Клеточки Ходы На что из этого можно ввести Временное ограничение На ход Отличная идея Итак, мы можем сделать так Так, чтобы на ход было время То есть, если ты Не сделал ход В указанное время То Случится что-то плохое Что-то плохое С точки зрения игры Что-то такое Что отодвинет тебя от победы Например Ну, самое простое Если брать прям Как есть морской бой Что это может произойти Твой ход перейдет к другому К твоему сопернику, например Или что Можно уже расширить немножко То есть, взяли за метафору Морской бой А дальше мы ее расширяем За счет там Своих каких-то вещей Потому что, допустим Я видела недавно Компьютерный морской бой Где можно было там Зарабатывать Выигрывая деньги И за эти деньги Покупать какие-то штурмовики Какие-то самолеты Усилять Какие стоят пушки на корабли То есть Это было бы Да Или убит ваш корабль Или ранен какой-то корабль Или, например На поле Моем Появилось То есть Теперь тебе надо убить Не 10 кораблей А 11 Или, например Мое поле стало 10 на 10 Было 10 на 10 Стало 11 на 11 То есть Возможности промазать У тебя стало больше Или еще что-то Да То есть Что-то такое Что с точки зрения Игры Забирает у меня Шансы на победу Не с точки зрения курса С точки зрения курса Вы его не напугаете Ну, не сдаст Потом он знает Что он к вам подойдет Ласково посмотрит в глаза Глазами кота из Шрека И вы там возьмете И простите его Но не простите Так не простите С точки зрения игры Это совсем другая ситуация Значит Таким образом Мы можем Сесть и придумать То есть мы посмотрели Какие есть элементы Выписали их все У нас ситуация такая Что нам надо человека Ограничить во времени Чтобы он его не растягивал Не тянул Из всех наших элементов Для этого действительно Больше всего подходит Ход Который нужно сделать И соответственно Мы ограничиваем во времени Этот ход Или ты его сделал Вовремя Или ты его не успел сделать Тогда Ну Получи себе Усложнение Или проблемы Или убьем корабль Или что-нибудь еще придумаем Или у нас на один Больше появится Или у меня там Появится возможность Отбить твою атаку Там Переставить корабль Или еще что-то Значит Давайте Теперь еще посмотрим Например На те же корабли Вот смотрите У нас есть Четырехпалубный корабль Трехпалубный Двухпалубный Однопалубный Как можно было бы Эту метафору Использовать Для тех заданий Которые человек должен выполнить Вот человек должен выполнить Какие-то задания Он должен их выполнить В срок И у нас есть Трехпалубный Вот прекрасную идею Предлагает Людмила Смотрите Что она предлагает Она предлагает Что каждый корабль В зависимости От количества палуб Мы таким образом Регулируем Сложность задания То есть Однопалубный Самый простой Двухпалубный Уже сложнее Трехпалубный Четырехпалубный Совсем сложные Причем Можно сделать Даже так Что четырехпалубный Вообще Состоит Как бы Из четырех заданий Например Трехпалубный Из трех Двухпалубный Из двух И Только Выполнив Оба этих Задания Можно Рассчитывать На победу То есть На то Что этот корабль Будет убит Например Вот вам Уровень сложности То есть Он может быть Как просто К заданию Так и Может представлять собой какой-то Комплекс заданий Связанных Друг с другом Какая-то Последовательность Которую нужно Выполнить Обязательно Давайте подумаем Теперь у нас Еще одна цель Должна быть Достигнута Нам надо Чтобы они Материалы изучали Нам надо Что-то такое Придумать Чтобы они Были мотивированы Открыть Что-то Помимо Основных Материалов Помимо Основных Заданий Полезть В дополнительную Литературу Давайте вспоминать Как вообще На самом деле Мы Садимся Играть С чего Все начинается Все начинается С того Что Каждый Из нас Каждый Соперник Вот мы В паре Сели Играть Рисует Поле И расставляет На нем Корабли И никому Этого Не показывает Можем ли мы Например Сделать Такую Ситуацию Когда Есть Мое Поле То есть Есть Задания Допустим Мои Преподавательские А есть Их Поле Где Они По этой Теме Генерируют Задания Для Меня Задания Вопросы Что мы Придумаем И кто Кого То есть Они Быстрее Выполнят Мои Задания Или я Быстрее Выполню Их Задания Быстрее Отвечу На их Вопросы Или что-то Еще Можем 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 Так Сделать И Как Это Нам Может Помочь Для Того Чтобы Смотивировать Их Почитать Больше Можем Можем Большое Поле На Котором Мы Не Обязаны Как Морском Бое Мы Просто Метафору Взяли А Дальше Мы Есть Возможность Не Знаю Мои Корабли Там Поставить Есть Возможность Ваши Корабли Там Поставить Есть Возможность Играть Друг С Другом Есть Возможность Уходить В Какие-то Парные Баталии Опять-таки В зависимости От того Что Нам Надо Прокачать Если Нам Надо Прокачать Работу В Парах Коммуникация Это Одно Если В Группах Это Другое Впло Что Можно Формировать Под Каждую Корабль Команду Которая Будет Управлять Конкретно Этим Кораблем И Дальше Мы Мотивируем На То Что Смотрите Вы Сможете Здесь Побеждать Вы Сможете Управлять Этим Кораблем Вы Сможете Его Чинить Если Вы Допустим Будете Использовать Какие-то Дополнительные Материалы Какую-то Дополнительную Литературу То Чего Нет В Более Сложную Броню Какую-то Поставить Что Ваш Корабль Даже Если В него Попало Сразу Не Погибает Сразу Не Ранен Или Может Заглушка Быть Уходить Под Воду Или Еще Что То Каким-то Образом Прокачивать Это Все Смотрите В чем Идея Мы Можем Взять На самом деле Абсолютно Любой Нарротип Совершенно Любой Главное Понять Вы Этого Нарратива Да У нас В Рыцарях Например Это Что Задание Преподаватель Создает Задание Это Он Бросает Вызов То Есть Перчатку Такую Бросил Ты Принимаешь Вызов Если Ты Готов Выполнить Это Задание То Ты Его Выполнил Ты Принял Вызов Ты Совершил Подвиг Сейчас У нас Будет Идея То Делать Функциональность С турнирами Рыцарскими Когда Например Сейчас Мы Делаем Башню Турнир Обороны Крепости Когда Учащиеся Это Армия Которая Должна Оборонять Крепость И Есть Задание Которое Эта Армия Должна Выполнять Проектное Обучение На самом деле И Эти Задачи Нужно Сделать В срок То Если Задача В срок Не Выполнена Она Это Вражеский Солдат Она Пробирается В крепость И Она Не успеваешь Ее сделать До того Как она До тебя Дошла То Она Пробивается В крепость И нарушает Там Что-то Разрушает В крепости Наносит Урон Чего Не должно Происходить И Здесь Нужно Действовать Слаженно Здесь Нужно Действовать Как Команда Нужно Знать Кто Что Возьмет Нужно Друг Дружку Подстраховывать Для того Чтобы Вражеских Солдат Задания Которые Нужно Выполнить В сроки Чтобы Они Не Просочились Не Прошли В Крепость Вот В этом И есть Идея Вы берете Какую-то Тему Абсолютно Любую Меня Недавно Спросили Лена Почему Рыцари А почему Нельзя Там Взять Джедаев Например Каких-нибудь Из Звездных Войн Да Не вопрос Возьмите Джедаев Из Звездных Войн Возьмите Что угодно Чтобы Что Вы можете Так Четко Разложить На элементы О чем Вы хорошо Понимаете Какую-то Тему Которую Хорошо Понимаете И дальше Смотрите Нам что Нужно У нас Есть Какая-то Цель Где Нам Нужно Повлиять На Скорость Давайте Посмотрим Какой Из этих Элементов Позволяет Нам Повлиять На Скорость Нам Нужен Какой-то Элемент Который Повлиял На То Что Люди Много Раз Сделают Какое-то Действие То Не Один Кратно Много Много Раз Делать Одно И то же Решить Не одну Задачу Да Например Вот И так Далее То есть Нужно Это Сесть Сначала Понять Что Вы Хотите Сформировать А дальше Используя Элементы Любой Любой Метафоры Включить Фантазию Да И Понять Как Это Замотивирует Человека Делать Вот Это Раз Два Три Четыре Пять И так Далее Теперь Еще Последние Моменты Значит Что Касается Фана Я говорила Что Обязательно Нужно Обеспечить Все Четыре Вида Фана Для Всех Игроков Потому Что Все Игроки Получают Удовольствие От Разных Вещей Значит Выделяют Четыре Типа Фана Четыре Типа Удовольствия Это Легкий Фан Легкий Фан Это Удовольствие От Того Что Есть Приятные Легкие Хорошие Задачи Однопалубные Корабли Которые Делать Приятно Легко Оно Получается Все Понятно Все Здорово Какие Подарки За это Можно Получить Бонусы Какие То есть Что Что Облегчает Нам Жизнь Вот Есть Люди Которые Любят Играть Именно Так Есть Поклонники Наоборот Они Делать Не Будут Они Будут Методично Искать Ваши Четырехпалубные Корабли И Ни за Какие Другие Не Захотят Браться Их Фан В том Что Они Взяли Какую-то Сложную Задачу Которую Раньше Никогда Не Видели И Которую Вообще Непонятно Как Подступиться И Возмогая Трудности И Сложности Взяли И Победили У нас Часто Преподаватель Рассчитывает На то Что С ним Должны Прийти Все Люди Фанаты Тяжелого Фана Так Не Бывает Их Процентов 20-25 Этих Людей Которые Любят Превозмогать Тяжело Трудиться Много И Как Следует Нет Таких Очень Мало Значит Есть Серьезный Фан Вот У меня Старший Сын Это Его Большая Проблема В школе Он Получает Удовольствие Именно От Серьезного Фана Когда Мои Действия Очевидно Приносят Какую-то Пользу То есть Зачем Я должен Это Делать Я Это Сделаю Чтобы Что Произошло Если Он Не Чувствует Что Его Действие Внесло Какой-то Вклад Во Что-то В Общую Победу Например Или Еще Что-то Он Не Получает Удовольствие От Что Он Делает Он Страдает Он Мучается Он Есть Люди Которые Любят Которые Предпочитают Именно Социальный Фан То есть Они Любят Общаться Заметьте Что Не все Такие То есть Но Есть Такие Которые Любят Они Такие Коммуникаторы Что-то Сорганизовать Какие-то Встречи Провести Узнать Кто Здесь Кто Со Всеми Познакомиться Вот Эти Люди Нашей Графицированной Системе Должны Быть Заложены Все Вот Эти Вещи Тоже И Легкий Фан И Серьезный Фан Когда Ты Понимаешь Что Ты Что-то Нужное Важное Делаешь И Социальный Фан Для Тех Кто Любит Коммуницировать А для Тех Кто Не Любит Коммуницировать Чтобы Не Было Необходимости Чтобы Он Мог Абстрагироваться От Заниматься Тем Что Он Любит Это Вот То Что Должна Сделать Хорошая Графицированная Система И Последним Элементом Мы Выбираем Инструменты Мы На самом деле Уже При Проектировании Пути Героя То есть Что Должен Делать Герой Чтобы Дости Результата Частично Задействовали Инструменты Вот Смотрите Чаще Всего Самые Такие Популярные Так Называемая Абдевиатура PBL Кто Изучал Материалы По геймификации Могли Очень часто Встречаться PBL Points Bages Lederboss То есть Очки Значки И Рейтинги Для Многих Геймификация Это Именно Вот Это Что должны быть очки Значки И рейтинги Но совершенно Это Не обязательно Посмотрите Какое разнообразие Инструментария На самом деле Давайте вспоминать Наш морской бой Вот В динамиках Нарратив Как раз У нас был Это морской бой Значит Можно включить прогресс Можно видеть Где-то Отображать Сколько кораблей Уже убито Сколько кораблей Еще осталось И так далее Значит Могут Там быть Какие-то Вот эти Ограничения По времени И так далее Что вот Твой ход Или ты успеваешь Его сделать Или ход Переходит К сопернику И у него Больше шансов Вызовы Вот все В механиках Смотрите Что мы сделали У нас переход Хода Есть Как механика Мы ее задействовали Что может Переходить Ход У нас Удача Везение То есть Попал Не попал Промахнулся Или Попал в корабль Теперь надо Выполнить задание Есть 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 Состояние Победы Вот они Механики Которые Мы задействуем Заметим Мы не все Задействуем У нас нет Сделок Мы ни с кем Не торгуемся Например Награды Можно придумать Можно Нет Но тем не менее Ресурсы Мы никакие Не копим То есть У нас просто Есть Корабли Их нужно Просто убивать Без всяких Ресурсов Вот И дальше Уже Включаются Компоненты И вот Эти очки Значки Рейтинги Как видите Ну Совершенно Не единственные Компоненты Какие только Можно использовать Те же Аватары То есть В одной из Игр Морской Бои В зависимости От того Сколько Ты там Уже Выигрывал Боев У тебя Чин Меняется То есть Ты был Просто Матрос Потом Стал Там И так далее До капитана Какого-то Ранга Там Можно дойти Вот Пожалуйста И это все Ну Конечно У тебя Меняется Аватар Потому что Вот Здесь Ты просто А вот Здесь Ты уже Такой Красивый Весь Из Себя Вот Можно Что-то Коллекционировать Но Вот В нашем Случа С морским Боем Этого Не было Сражения Пожалуйста Вот Они У нас Есть Битвы Командная Работа Может Получиться Может Получиться Какие-то Уровни Да Какие-то Достижения Где Будут Видно Кто У нас Какой Внес Вклад В общую Победу И тому Например Там Плюс Десятка Лишняя Да Ну У нас В Беларуси Десятибальная Система Я поэтому Про десятки Говорю Может Там В России Пятьбальная Да Еще что-то То есть Вот Пожалуйста У нас Инструментарий Для геймификации Огромент Все Что Нужно Сделать Это Нужно Понять Что Из этого Мы Будем Использовать Да Что То есть Переход Входа В нашем Случае Мы Используем Для того Чтобы Человек Не тормозил Не тупил И не тянул Время Да Вот Пожалуйста То есть Сначала Что мы Хотим Получить Потом Чем Мы Это Будем Делать Вот Они Шесть Шагов Которые Нам Надо Пройти Чтобы Сделать Хорошую Генетическую систему Ну И Напоследок У меня Время Уже Заканчивается Коллеги Ну Я Конечно Сейчас Все Бегом И на Каком-то Абстрактном Курсе Кому Интересно Было Бы Попробовать Разобраться С собственным Курсом В ноябре Я провожу Марафон По геймификации Мы будем Брать За основу Самые Разные Игры Каждую Неделю Будут Появляться У вас Задания Материалы И так Далее И вы Сможете Используя Все эти Материалы Используя Там Сколько Нужно Вам Далее Применять Различные Подходы Различные Метафоры Различные Нарративы К своим Курсам Или К отдельным Занятиям Как вам Захочется Там Все это Конечно Будет Не на бегу Там Будет Больше Материалов Там По тем же Механикам И так далее Будет Более Интересный Материал Как Можно На разные Учебные Активности Что из Этого Может Быть Использовано С какими-то Рекомендациями И так далее И важный момент До 15 октября Действует Скидка Сейчас Можно На 25% Дешевле Купить Это Обучение Там есть Три тарифа Есть для тех Кто хочет Просто послушать Но не готов Ничего Геймифицировать И для тех Кто уже Собрался Действительно Геймифицировать И хотел Быйти С готовыми Курсами С готовыми Геймифицированными Курсами Системами Ссылку Хорошо Сейчас я Сейчас Одну секундочку Я ее Найду Закрыла Главное Сдержала Открытой И закрыла Кому интересно Жду На этом Марафоне Кому интересно Было бы Продумать Сценарий Сначала В принципе Обучаться Сценариям С курсами Это то Что уже Павел говорил Раньше Это курс Который Мы проводим Как раз На базе Директ Академии Обращаю внимание Что цены Которые на Марафон Это цены В белорусских Рублях Не в российских Для тех Кто с России Потому что Там написано Но Тем не менее Цены Которые В белорусских Рублях Выглядят Очень привлекательно И Кажется Что все Очень Очень просто На самом деле Может Ну Наталья Жаль Что Видимо Не удалось Коллеги Мы Примерно На 30 Делим Ну Вернее Что там Умножаем Наверное Умножаем Один наш рубль 30 ваших 30 российских Так Если Не хотите В марафон Но у вас появятся Какие-то вопросы Вы захотите Показать Какие-то Там Проконсультироваться И так далее Есть Мои контакты Пожалуйста Пишите Можно Там На скайпе Созвониться Когда-нибудь Если кто-то Захотите Показать Если Есть Сейчас Вопросы По теме Кубинара Напишите Я еще На связи Готова Отвечать Спасибо За Хорошие И не очень Хорошие Отзывы В любом Случае Готова Готова По этой Теме Работать Сейчас Так Ну Если Вопросов По Теме Нету Давайте Тогда Я Наверное Передам Опять Суды Ну Мне Тоже Жаль Может Вы Просто Уже Были В теме Может Быть Может Быть Просто Пока Не Совсем Вам Актуальна Эта Тема Не Она Актуальна Потому Что Я Сейчас Занимаюсь Сделаю Платформу На которой Весь Наротик Уже Готов И Думать Не Надо Просто Да Сейчас Презентацию Она Включается Так Коллеги Посмотрите Пожалуйста По-моему В ресурсах Уже Должна Быть Видна Презентация Чтобы Можно Было Скачать Отлично Все Тогда Спасибо Всем За Внимание И Пишите Звоните Спасибо Павлу Давайте Поблагодарим Елену За Замечательный Вебинар Хотя Тут Мнения Разделились На самом Деле Я Считаю Что Когда Мнение Делится Это Как Раз Самая Хорошая Оценка Вебинара Потому Что Когда Людям Абсолютно Безразлично Они Обычно Просто Ничего Не Пишут Я На самом Деле Люблю Такими Темами Троллить Наш Омут Образования Под Которые Вода Не Течет Поэтому Постоянно Стараюсь Привести Спикеров Которые Сделают Что-то Что Будет Неприятно Нашим Слушателям Потому Что Если Постоянно Говорить О каких-то Традиционных Образовательных Методиках То Это Не К Нам Директ Академия Это Про Что-то Новое Про Традиционно Какие-то Те Вещи Которые Педагогам Могут Быть Вновь И Иногда Абсолютно Ими Быть Непринимаемыми Вот Я Постоянно Стараюсь От Википедии Кого-то Привести Которая Часто Выбешивает Нас Педагогов И еще Из Каких-то Параллельных Областей Которые Создают Какое-то Чувство Неудобства У нас Вот Я и дальше Буду Это Делать Так что В этом Смысле Я считаю Что сегодняшний Вебинар Супер Удался Ну что ж Всем Спасибо Ваши Сертификаты Готовы Я Наверху Разместил Ссылку Если кому-то Интересно Приобрести Могут Это Сделать Да Мы Уже Поняли Что я еще Хотел А да Я еще Хотел Вам Дать Ссылку На Еще Один Вебинар По Играфикации Который У нас Состоится Видимо 14 Видимо 14 Числа 14 Февраля Прошу Прощения Это Вебинар От Ивана Нефедова Тоже Большого Специалиста По Играфикации Будет ли Он Проводить Этот Вебинар Или Они Будут Проводить Вдвоем С Мирославой Бронниковой Я пока Не знаю Вот Такая Тема У нас Точно Еще Будет Вот Ну вот И все Анонс Следующих Вебинаров Я вам Всем Дал Приходите На Вебинары Директ Академии Будет Интересно Всего Доброго До новых Встреч Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...